Так, хорошо. Итак, давайте тогда мы приступим тихонечко. И начнем. Секундочку. Сейчас еще. Так, все, начинать. Это значит, меня слышно, презентацию все видно. Это замечательно. Впереди у нас Новый год. И значит, соответственно, мы вспоминаем, какими мы были в детстве. И снова как дети с замиранием сердца, вот с ожиданием каких-то новых чудес, нового какого-то волшебства, каких-то волшебных позитивных изменений, вот ждем этого Нового года. Я думаю, что у каждого из вас тоже есть те или иные ожидания. Кого-то интересуют какие-то финансовые вопросы, кого-то интересуют там изменения в личной жизни. Что, какие изменения ждете вы от года огненного петуха? Вот напишите, пожалуйста, в чате, что вы себе загадываете или каких-то новых изменений в жизни ждете вы от 2017 года. Напишите в чате. Сейчас подождем немножечко. Просто мне даже интересно. Да, продуктивность и вложенные силы, да, чтобы КПД какое-то, да, чтобы отдача была все-таки более такая высокая. Смешок денег, ой, это замечательно. У нас многие хотят смешок денег, вот найти себе применение. Замечательно. Хорошо. И сегодня в интернете очень много гороскопов, прогнозов уже разных астрологов, да. Вот кто-то, да, обновленный, отремонтированный дом, улучшенный участок при доме. Потому что, действительно, дом это все-таки то место, где мы буквально защищены, где наша защита, наша маленькая крепость. Естественно, нам бы хотелось, чтобы эта крепость была надежная, куда мы приходим, отдыхаем душой и телом. И сегодня у нас в интернете, как я уже сказала, очень много прогнозов, гороскопов разных астрологов. Мы, естественно, многие этим интересуемся, мы читаем, выискиваем свой знак зодиака или по восточному календарю, или по западному календарю. Естественно, кого-то эти прогнозы радуют, кого-то не очень. И вот кто уже прочитал какие-то прогнозы и, в общем-то, обрадовался. Есть какие из вас, прочитал прогнозы, вау, у меня там, я такого-то знака, там, дева или бреднец, или там по восточному календарю я коза, собака или там кролик. И меня это обрадовало, у меня ждет меня замечательный Новый год. Есть такие, кто обрадовался и, в принципе, настроился на, только на позитив. Есть такие или еще не читали? Ага. Есть такие, кто настроился на позитив, прочитав прогноз, который вот на сегодняшний момент очень много пестрят. Еще не читали многие. Хорошо. И, естественно, во многих прогнозах не все так гладко для многих знаков зодиака, потому что, действительно, в один год что-то у одних хорошо, в другой год что-то у других хорошо. И мне хотелось бы, чтобы те, кто вдруг прочитает какой-то гороскоп и расстроится, вот именно поддержать тех людей, которых, чтобы они не расстраивались. Почему? Потому что мы все-таки все полноценные личности, мы, можно сказать, волшебники. И вы, несмотря ни на что, можете создать вот все свое такое счастливое, приятное, красивое в своей жизни сами, своими руками. И я постараюсь вам помочь, снабдить вас вот в дорогу уникальными знаниями китайской метафизики. А вообще в китайской астрологии базы считается... Так, сейчас я переключу слайд. В китайской астрологии базы считается, что у каждого человека, вот как в сказке, есть минимум три правильных выбора в жизни. Как бы три таких пути, по которым бы он не пошел, они будут правильные. И один ложный. Это вот как в сказке, да, налево пойдешь, там коня потеряешь, направо полкаска заполучишь, там прямо любовь твоя встретишь, да, или там по диагонали пойдешь, уйдешь неизвестно туда, не знаю куда, найдешь то, там, между нами там девочки положительных или отрицательных. Мы сами можем корректировать вот эти моменты, по какому пути нам с вами идти. Ведь многие люди родились в один и тот же день, например, да, в один и тот же час. Но почему-то их судьбы бывают часто разные, совершенно. Что здесь влияет на это? Почему у них разные судьбы? Естественно, это социальный фактор, да, который нельзя исключать, там, в странах, в которых они родились, там, в семьях, в которых они родились. Если говорить о прознании китайской метафизики, естественно, учитывается дом, в котором мы живем, то есть вот эти энергии, которые там витают, вот с фэншой, без фэншой, ну, никак нельзя. А также то, что мы, в принципе, редко-редко учитываем. И потом удивляемся, что вроде мы такие умные, столько тренингов прошли разных, столько книг прочитали, столько прослушали всего интересного, а все у нас как бы не так, как... Мало кто задумывается, что часто удача финансовая, удача романтическая зависит не только от социального фактора, или там вот от каких-то фэншойных моментов, да, они зависит еще от нашего физического состояния. Например, если говорить о любви, знаете, вот такую пословицу, часто говорят, да, сестра должна быть богатая, жена здоровая. Так вот, часто мужчины любят каких женщин? Здоровых, от которых идет мощная сексуальная энергия. Да, вы уже про это вот слышали, и у предыдущего лектора, в принципе, это действительно так. Нежные королевы, холодные и неинтересные. Принцессы не смеяли, их тоже надолго не привлекают, какими бы они там, какими-то красивыми не были. Теперь про деньги. Когда мы вдруг заболеваем, что происходит? Мы, получается, деньги теряем. Мы не работаем, раз. И мы платим за свое лечение, два. Получается, что у нас больше не прибыль, а у нас больше потери. И еще, если у нас что-то очень-очень тяжелое, то, соответственно, мы теряем гораздо больше. И что же нужно сделать? Вот в случае, кроме учебы, кроме смены работы в 2017 году, чтобы вот год стал для вас таким супергодом. Чтобы многие проблемы, которые преследовали нас, вот обедьяны, там всевозможные неурядицы и так далее, оставить в старом году. Вот давайте прислушаемся к рекомендациям хозяина года, года огненного петука, возьмем на вооружение из того, что он нам что-то такого вот рекомендует, применим это на практике и создадим сами вот эти позитивные изменения, вот эти волшебные чудеса в нашей жизни своими руками. И я, в общем-то, знаю, я верю в вас, у вас это может очень легко получить. И именно сейчас для этого самое лучшее время. Почему? Потому что, во-первых, в преддверии нового года по западному календарю, да, обычно мы как стараемся? Оставить старое в году старым и с собой взять только новое. И, если говорить по восточному календарю, то мы еще можем что-то сделать, пока год огненного петуха не наступил. Почему? Здесь немножко есть небольшие отличия к подходу тому, как встречать или как прийти к году огненного петуха. По восточному календарю, вы, наверное, заметили, вот у нас уходящий год огненной обезьяны. Приходящий год будет огненного петуха. Получается, как бы, два огненных года. Обезьяна у нас была ямский огонь, петух у нас будет иньский огонь. Как бы ямский огонь уступает дорогу иньскому огню. И в китайской медицине и диетологии считается первый год стихии, это как бы вдох, когда мы наполняемся. И поэтому очень важно, чем мы наполняемся в течение этого года, хорошим или плохим. А второй год считается выдох, когда часто мы пожинаем плоды того, что мы сделали или не сделали, или не так сделали в году предыдущем. Поэтому здесь очень важно, когда идут парные стихийные года, в первый год закладывать базу, чтобы во втором году, в данной стихии, например, в частности, у нас огненной стихии, чтобы у нас было как можно меньше проблем. Моя деятельность больше связана с людьми. Я часто с ними общаюсь. И видеоконсультация как по отношениям любовным, как по похудению, детско-родительски. Просто мне нравится, как использует тот же гороскоп, подсказать родителю, как грамотно развивать ребенка, какие у него проблемы со здоровьем могут быть, чтобы вовремя заметить те или иные преобразования. И очень печально, что ли, или как для меня, что когда я начинаю подводить разговор к тому, что невозможно очень часто позитивные изменения без изменения физического состояния человека, без изменения душевного состояния. Обычно на меня смотрят с открытыми большими глазами. Мы вообще-то про деньги спрашиваем, или мы тут про любовь говорим, причем тут режим дня, или там неправильные завтраки, или там вовремя ложиться спать, там ночью спать, как бы нужно спать в определенное время, а не бодрствовать и так далее. И мало, соответственно, мало кто из них увязывает, многие негативные вещи, происходящие в жизни, естественно, вот со своим, вот этим неправильным образом жизни, со своим самочувствием, со своим здоровьем. Сейчас мы вот это рассмотрим на конкретных примерах, когда действительно очень четко, ну, с моей точки зрения, я просто хочу тоже донести это до вас, с моей точки зрения, очень четко видна связь между физическим состоянием человека и какими-то неудачами в той или иной стиле жизни. И, естественно, если человек это исправит, у него очень многие моменты в жизни просто изменятся. Так, сейчас. Вот, например, у нас мужчина, мой очень хороший приятель, он обратился ко мне с вопросом, что с ним не так, вот просто как раз под конец года, вот недавно мы с ним общались, он мне говорит, почему с каждым месяцем вот мои доходы только падают. Я вроде кручусь, верчусь, как это, волка, ноги в форме. Самое, это обидное, он вообще юрист, очень профессиональный юрист, такой, ну, достаточно с хорошей репутацией, умный, его передают вот из рук в руки. В чем его проблема, вот самая последняя была, вот он мне говорит, я из-за своей невнимательности буквально потерял вот сегодня 70 тысяч. Вот он процесс выиграл, но из-за того, что он не посмотрел, что доверенность там какая-то или что-то такое, там что-то, строки подошли или чего, судья признал, ну, как бы вот поражение там или приостановил, и теперь нужно еще месяца 3-4, чтобы вот это дело довести до логического контакта. Эти деньги у него могли быть уже на руках в этом году. Начинаю разбираться с ним. Естественно, я как специалист ТКМ, традиционной китайской медицины, естественно, задаю ему вопросы, чтобы понять еще суть физического его состояния, потому что, ну, вот я в этом уверена и уже очень часто это наблюдаю, что физическое состояние очень влияет на многие сферы жизни. Вот что выходит на поверхность, что он о себе рассказывает. Получается, с утра практически человек не завтракает. Быстро вскакивает, чаечек с маленьким там бутербродом, с колбаской, с сыром, и бежает на работу. Живет он за городом, соответственно, ехать ему до города достаточно долго. Днем часто перекусывают тем, что это, так как любят роллы, часто бывают в этих, как они там называются, суши, суши там баров и так далее. Приезжает домой поздно, соответственно, поздно ужинает, на ночь наедает. Опять же, непонятно, какой-то нездоровой едой, потому что все греют у нас в микроволновке. Мы про микроволновку уже очень много говорили с вами, что микроволновка у нас всю молекулу здоровой еды превращает в пластмассу. Соответственно, набиваем организм непонятно чем. Плюс у него натянутое отношение с супругой. Получается, в каком состоянии она готовит пищу, какую энергию она в нее закладывает, вы просто тоже уже понимаете, да, с такой энергией, с позитивным настроем готовится еда, она вкуснее и полезнее, или с негативным, соответственно, она не такая полезная. Мужчина начал пить часто, есть много мяса, больше устает, поздно ложится спать, ночью плохо спит, часто по кругу, вот у него вертится одна и та же мытель, и порой человек до утра не может уснуть. А с утра, что? Надо быстро снова вставать, скачил, быстро умылся, побрился и по делам. Что вот из этой картинки, его жизни, видно, какая связь видна между тем, что у него происходит, и его физическим состоянием. кстати, вот негативное, вот многое, появляется в нас вот не сразу, оно накапливается, вот у человека оно накапливалось, и когда сосуд переполняется, все выходит на поверхность. Да, часто не из-за причин и средств, как я вам часто говорю, проходит определенное время. Что мы здесь видим? у нас человек данный. Так, сейчас я карандашечко сделаю. Так. Вот мы видим, вот здесь у нас считается с точки зрения, вот это господин Депп, он у нас человек кинской земли. У этих людей три органа в зоне риска. Это селезенка, это печень и это почки. Три органа. Селезенка у нас, про нее достаточно всегда говорили очень хорошо. Это кровотворный орган. Плохая кровь, это дорога к очень тяжелым болезням. Плюс печень, тоже кровотворный орган, которая тоже дает влияние на кровь, соответственно, у нас не может быть уже хорошего здоровья. Соответственно, если плохая кровь, куда она идет? Она идет в голову. Получается, что у человека периодически от того, что он, у него даже с той же кровеносной системой не все в порядке, соответственно, с головой внимательностью и так далее, он тоже накладывает свой отпечаток. Скажите, ребенка, когда очень много огня, видите, вот здесь вот он, он сам по себе сейчас в удаче земли. У него земли в карте сейчас, на данный момент, очень много. То есть, вот эти мысли, которые у него витают, это постоянно крутится, а знает та же мысль, это тоже показатель того, что селезенка у него не в порядке. Про селезенку мы каждый раз очень много говорим. Помимо того, что она кровотворный орган, она дает нам трансформацию ци из питания, которое мы едим. Соответственно, если мы едим неправильную пищу, ци не может, селезенка не может ци трансформировать из еды в должном количестве. Соответственно, сил у нас мало. Нету сил, нет внимательности, нет вот этой сосредоточенности на чем-то. Когда мы не имеем, вот, ну вот сами представьте, когда у человека нет сил, он как в железе. То есть, он вот встал, что-то на себя одел, и вот как зомби пошел куда-то. и получается невнимательность это то, что вот свойственно людям, которые не уделяют внимания правильному питанию, в частности, у кого проблема будет селезенкой. Плюс селезенка у нас один из органов, отличающий за иммунитет. Про иммунитет мы поговорим немножко позже, чтобы более глубоко, но вы просто для себя это отметили. когда мы сейчас в зимний период пьем много химических препаратов, думая, что мы укрепляем селезен, укрепляем иммунитет, это такой мини-обман, это коммерция аптек и так далее. За иммунитет от нас отвечают два органа и они совершенно их работа не зависит от того, какие химические препараты вы едите. Если вы не учитываете того, что нужно этим органам в первую очередь. Так вот, что, если это, что я ему посоветовала, возьмет он это на вооружение или нет, потому что, действительно, с мужчинами, во-первых, тяжелее общаться, во-вторых, мужчины, если советуют женщины, бывает, что они же такие достаточно умные, ну и плюс, конечно, нет пророков в своем отечестве, своим часто бывает не очень к своим прислушиваются, особенно, когда им говоришь, что их удача зависит от того, что они едят. Естественно, что ему нужно сделать? именить в первую очередь питание, то есть, обязательно с утра завтраком. Завтрак, как мы уже не раз говорили, в определенное правильное время. Когда правильное время для завтрака у нас? То время, когда начинают работать органы земли, то есть, семенка и желудок. Это с 7 утра, с 7 до 9 утра. Это время для завтрака. Это время как раз то, когда еда вся нормально усвоится раз, плюс органы земли получат питание в правильное для себя время. Плюс, естественно, завтрак это не бутерброды, это не сырники, это не йогурты, это не то, что контролирует вот эту землю, или то, что кусает эту землю, вот эту селезенку. Естественно, завтрак должен состоять из продуктов элемента земля. Это в первую очередь наши забытые каши. Это крупы. Крупы с утра это обязательная еда для завтрака. Только в крупах есть та энергия, которая именно укрепляет органы земли, это желудок и селезенку, это раз. А во-вторых, только в крупах есть большое количество энергии, которое нам нужно на целый день для нормального существования. Вы не зря говорят, завтрак не сам, обед поделись другом, ужин отдай врагу. Именно вы можете не обедать, вы можете не ужинать, но завтракать свои обязанности всегда. Для того, чтобы у вас и энергии всегда было много, для того, чтобы у вас внимательность всегда была, для того, чтобы у вас иммунитет был крепкий рак, и плюс кровь была хорошего качества. Следующее обязательно нужно добавить дыхательные практики. Так как мы помним, что видите, у нас, во-первых, когда есть, ну, во-первых, у мужчины есть определенные, я там не знаю, сказала ли, нет, у него просто уже большой такой вот животик, что это явно проблема в кишечнике, которые вот уже там вот накопились. Соответственно, дыхательные практики, она не относится к элементу метал, надо запустить движение. Телезионка плохо работает, не дает энергию элементам металла, да, у нас земля порождает металл, она не дает им энергию. Получается, что металл слабый очень, энергия не курсирует в организме. Соответственно, вот эти большие животики, где явно очень много шлаков накопилось, в том числе нужно их убирать, ну, разными там способами, мы их тоже на занятиях разбираем, и плюс обязательно дыхательные практики, про которые я тоже каждый раз говорю. Соответственно, тогда человек будет гораздо спокойнее спать, когда у него мысли перестанут крутиться, вот я как уже сказала, вот эти мысли, которые в голове крутятся постоянно, вот вы не можете уснуть, это говорит, это сигнал о том, что у нас с органами земли не в порядке. Соответственно, когда мы их укрепляем, у нас сразу нормализуется сон, успокаиваются нервы, соответственно, будете более внимательны, вот он будет внимательно к мелочам, и многие финансовые проблемы отойдут у него на второй план. Вот таким образом видно из этой картинки, как на финансовые негативные какие-то моменты влияет его состояние здоровья, которое уже накопилось у него до этого состояния. И самое интересное, конечно, в следующем году у него будут другого рода добавиться определенные проблемы потому что здесь есть определенные столкновения того же петуха с кроликом, что говорит о каких-то подставах, об ударах в спину. И опять же, этого не произойдет, если он будет внимательным. Многие вещи, которые мы видим в карте, как я уже говорил, у нас есть минимум три пути и один ложный. И мы выбираем тот путь, который нам вроде как проще. И любой из них будет правильный. Просто если мы не развиваемся, мы выбираем простой путь. Если мы развиваемся, узнаем, что новое внедряем, мы, соответственно, идем совершенно по другим путям, более прогинутым и ведущим нас, как вот банально там говорится, к светлому будущему и т.д. и т.д. Ну вот, тем не менее, как-то вот это так. Теперь про девушку. У нее с личной жизнью проблемы, да, вот я, отмечу, да, сон у нас действительно с 10 вечера до 6 утра где-то примерно, да, в это время, в принципе, летом уже стало с 5 утра, где-то считается нормально. Сейчас по зиме можно чуть-чуть подольше стать. Ну, чуть-чуть. Так, молодая девушка, вот 30 лет девушке будет вот в следующем году, пришла она ко мне на консультацию вот проблемы с личной жизнью. Если бы вот она, например, прочитала прогноз следующего года, то, в общем-то, она бы возможно обрадовалась, потому что у нее есть такое, что возможно у нее будут изменения позитивные в личной жизни, что она там встретит свою любовь и так далее. То есть радость ее будет достаточно иллюзорной, потому что опять же прогноз не учитывает ее, что у нее на сегодняшний момент рад и вообще, естественно, какие факторы в ее карте вообще присутствуют. Девушка у нас есть, мужчина был на земля, девушка у нас элемент дерева. Вот у нас господин она у нас дерева. Янское дерево, его вот здесь в карте достаточно много. Вообще, с одной стороны, люди элементы дерева, они такие красивые, привлекательные, устроенные, виды такие сексуальные, общительные, заботливые, дружелюбные, но действительно, вот она такая красивая, реально красивая девочка, умница, тройняшечка, но в отличной жизни нет. Разбираемся, что с ней не так, делаю ей диагностику. Девушка активно занимается фитнесом, Естественно, так как она работает с фитнесами вечерами, она же фитнес-зала до 23-24 работает, соответственно, она там до изнеможения качает бицепсы, трицепсы, и вокрис, там чего. Фитнесом она занимается поздно уже. Ложится спать, соответственно, ближе к 2 ночи, ест много белков, потому что ей тренер сказал, что для того, чтобы были красивые ягодицы привлекательные, да, мы же должны чем-то привлекать мужчину, грудью, ягодицами, нам, естественно, она и советует вот это, да, надо есть много белков, ест много также сырых овощей, фруктов, потому что у нас убеждение, что это полезно, ест много кисломолочных продуктов, вроде как с видом, все у нее замечательно, да, здоровый образ жизни, спорт есть, есть, здоровое питание, есть, есть, только личной жизни нет, при, вроде, всем положительном в ее, в ее жизни. Как я уже говорила, выше, что у нас мужчины любят кого? Женщин, у которых идет сильная сексуальная энергия, женщин теплых, у которых хорошо работает нижний обогреватель, вот, часто мы смотрим на некоторые пары, вот идет пара, и вот смотрим и внутренне удивляемся, вот, что он в ней нашел, вот, вроде не рожи, не кожи, да, а вот идут, и вот она для него королевушина. Естественно, мы видим вот эти только внешние для нас качества какие-то, вот, девушки, например, да, а мужчина интуитивно тянет туда, где тепло. Так вот, у моей клиентки при таком ее рационе питания полностью нарушена работа кровевого обогревателя, то есть в голове жар от белков, а внизу холод от кисломолочных продуктов. Мы уже с вами не раз говорили, что у нас есть продукты теплые, есть продукты холодные. То есть у нас сейчас сезон холодный, и в холодный сезон, в зимний сезон наша задача сохранить вот это тепло. Соответственно, все холодное еще больше нас охлаждает. И в зимний период холодные продукты не приносят нам большой пользы. То есть они приносят больше вреда, они нас охлаждают, если мы говорим о том, вот, устроить личную жизнь, да, у нас холодно внизу встает, нижний обогреватель, где почки, где вся сексуальная наша часть. Мы встаем неинтересны для лиц противоположного пола, хотя внешне мы достаточно привлекательны. И очень жалко, что мало тех же тренеров, которые тренируются, например, там, как поймать тамца, или как там устроить свою личную жизнь и так далее. Мало поучитывать такие составляющие, что очень много зависит от еды, которую мы едим. И вот все кисломолочные продукты зимой, и все овощи, фрукты свежие зимой, они приносят больше вреда, чем пользы. Раз. Во-вторых, все кисломолочные продукты и свежие продукты, они относятся к элементу дерева и в первую очередь бьют по дереву. Есть и сколько здесь дерева. Соответственно, дерево стоит очень злое. Злое с каждым годом, чем больше человек это ест, он стоит еще более злой. В каком мужчине нравится злая женщина? Да, она может быть культурная и в принципе не показывать этого всего. Но ведь долго на цыпочках тяжело устоять. и когда нибудь этот вулкан взорвется. И взорвется не, как говорится, ей на пользу. Это раз. Естественно, когда у нас сильная злая печень, которую мы еще дополнительно усиливаем неправильными продуктами питания. Когда она начинает по кругу этого контроля порождения нападать на что? На органы земли. Начинает их кусать. То есть ослабляя тот же иммунитет. Раз. Давая ту же усталость. Два. Делая нас так же невнимательными. Три. То есть мы можем кидаться буквально на любого, кто на нас обратит внимание, чтобы только кто-нибудь как-нибудь где-нибудь нас заметил. Поставили галочку, что мы все-таки наконец-то вышли замуж и так далее. Что нужно в этой ситуации? Да, соответственно, в первую очередь, есть первая очередь, нужно большое внимание уделить питанию. Больше никаким образом это не справится. и белки, которые особенно много едят под сменой, да, относятся от чистости мяса, относятся к элементу огонь. Нам продуктов элемента огня, в частности, мяса, нужно достаточно два раза в неделю. Все. Потому что когда в голове у нас много жара, у нас начинаются проблемы с головой. То есть, ну, вы видели, когда человек неадекватно начинает себя вести. Чересчур какой-то эмоции веселой и так далее, да, или вот просто он ведет себя несколько нитей, как вот какое-то помешательство, сумасшествие и так далее. Тем более, вот у этой девушки, у нее явные признаки того, что ей может грозить даже депрессия, а вот именно такие серьезные проблемы с головой, когда человек может просто не понимать, что неадекватно себя вести и так далее. Так, Яна спрашивает, сколько у нее все зависло, как у нас? Ну, да, есть немножко подвисания, но ничего страшного, сейчас все нормально. Так, поставьте, так, поставьте плюсы, так, все хорошо, да? Так, Наталья говорит, все хорошо. Так, Татьяна, хорошо? Угу. Так, все настроилось, да? Так, хорошо, давайте тогда начнем, я остановилась, если там у нас зависала. Угу. Так, напишите тогда, на чем мы там остановились. Все было слышно про деревянную, про девушку дерево. Так, Светлана говорит, да, да? Так, ну ладно. давать рекомендации какие-то девушкам, вообще, людям элементы дерева достаточно сложно, потому что это говорит о том, какой тип, тип человека. Просто когда у нас встают проблемы, финансовые, если говорить про похудение, которое люди используют, усугубляют проблемы со здоровьем, и проблемы со здоровьем, которые в нас есть, они блокируют очень часто как сексуальную энергию, и мы не можем решить свои романтические вопросы, так и энергию финансов, и мы тоже самое начинаем терять больше денег. Так вот, в данном контексте у нас просто пример такой, что почему человек, в частности эта девушка, не может решить вопрос с личной жизнью, потому что у нее, она этого не замечает, у нее большие проблемы с здоровьем, и решать их личный вопрос личной жизни только на тренингах, не решая вопрос вот ее физическим состоянием, совершенно невозможно. Я, в общем-то, вот про это, это просто такие как бы реальные примеры. теперь давайте про похудение. Это моя самая любимая тема, про это много говорят, много пишут. Значит, обратилась девушка с вопросом похудеть, все ее подружки стройные, она одна такая немножко, особенно когда ушла замуж, она поправилась, потому что, видно, готовить стали больше, меньше двигаться там и так далее. Но, тем не менее, да, естественно, стала применять то, что ей рекомендовали подружки, те же кефирчики, те же белки, тот же спортзал до посинения. Берем конкретно этого человека. Человек у нас янской воды. Может ли к ней подход с вопросом похудения, например, быть таким же, как у другого типа женщины? Совершенно нет. В данном консекте органы в зоне риска у Даши нашей девушки это почки телезионное сердце. Естественно, после активных тренировок этих диет на белках и кефира наша девушка стала себя плохо чувствовать со здоровьем. Почему? Потому что в противеде много белков у нас приводят к проблеме с головой, мы уже про это тоже говорили, к проблеме с кровью, это депрессии, психозы и так далее, мы тоже про это говорили, и почки плохо стали выполнять свою основную функцию повредению жидкости. Соответственно, это и отеки плюс, когда у нас плохо работают почки, у нас начинают выпадать волосы, у нас начинают ломаться ногти, и мы бежим там покупать средства, которые укрепляют волосы, или бежим средства покупать, которые укрепляют ногти, а надо всего лишь укрепить почки, и тогда проблема решится сама по себе. А почки укрепляются только питанием, только питанием. Естественно, все это проблемы вот эти возникли косметические, как раз из-за последствия неправильных диет и неправильных физических нагрузок. когда мы задаемся похудеть, у нас часто какая задача? Похудеть быстро, лучше за неделю, возможно больше килограмм. Но то, что быстро, у нас обычно бьет по здоровью, это мы обычно не учитываем, и это написано бывает мелким шрифтом, и когда женщина вообще ставит перед собой цель, например, похудеть, преграды сметаются сами с тобой. И прогнозов обычно, которые в интернете тогда не пишут, ни про здоровье, ни про диеты, ничего. Так вот, в 2017 году в год петуха в зоне риска у нас будут сердце, лёгкие и почки. Соответственно, есть ли проблемы с сердцем? На что это влияет? Вы уже поняли. Это у нас плохая кровь, соответственно, плохая кровь и эта дорожка очень тяжёлых заболеваний. Вот это и инсульты, инфаркты, раки и так далее. Поэтому за кровью надо очень сильно следить. Если мы многие вещи не сделали в году уходящим, год обезьян, то сердце будет в большей степени поддержаны те люди проблемами именно с органами огня, с органами сердца и кровеносной системы. Плюс вы часто видите людей, которые вроде бы вот имеют всё, но счастья нет в их жизни. Вот замечали таких людей? Всё имеют и думаешь, господи, что тебе не радовало? вот у тебя всё есть. Обычно у этих людей органы огня страдают. То есть вот эта гармония между дать и взять. То есть они берут, а отдать не могут. И вот эта дисгармония у них получается тоже нет состояния счастья, нет состояния радости. Не подарить другому человеку, ни за другого человека порадоваться не можем. Это проблемы с органами огня, то есть сердца и кровеносная система. Следующее, как я сказала, это органы металла, лёгкие у нас, тоже в зоне риска. На что лёгкие влияют и вообще органы металла? Мы знаем, что лёгкие это наш кашель, это наши бронхиты, трофеиты, воспаление лёгких и так далее. А лёгкие у нас вместе с лёгёнкой это два органа отвечающие за иммунную систему. И от их работы зависит наш иммунитет. Какая будет у нас защита? Это раз. А у вторых органы металла отвечают в организме за движение. Плохо работают органы металла, лёгкие в частности. Это забит кишечник, всякие там шлаки и отложения. Много слизи в лёгких, что мы часто болеем бракетитами и так далее. Всё это говорит о том, что органы металла, в частности лёгкие, у нас имеют определённые проблемы. и следующие органы, которые в зоне риска это почки. Для чего нужна их здоровье, на что они влияют, помимо того, что выводят из организма ненужную жидкость. Я уже не раз говорила, что в почках у нас хранится как у Кощея Бессмертного в яйце хранилась игла жизни, так у нас в почках хранится наша врождённая ци, которую мы получили от родителей. И чем больше там этой энергии, тем дольше наша жизнь раз, тем дольше мы остаёмся молодыми, энергичными, волевыми, сексуальными и так далее. Почки это сильные ногти, это сильные зубы, это сильные кости, то есть все переломы, больные зубы и так далее, да, как вот проблемы с волосами, ногтями, мы уже говорили, всё это, за всё это отвечают почки. Плюс почки это воля. Вот слышали очень часто? Всё бы сделал, но воли нету. Сила есть, а воли нету. Так вот, когда человек говорит про волю, соответственно, это поражены уже в той или ином степени такой орган, как почки. И нет, если воли, я думаю, что достаточно тяжело человеку как деньги заработать, как вообще придумать что-то для того, чтобы, например, те же деньги заработать, да, вообще сделать что-то с тобой, чтобы всё-таки встретить свою любовь, чтобы сделать что-то с тобой, чтобы похудеть, чтобы вообще что-то изменить в своей жизни, нужна воля, чтобы вот были силы вот эти, да, выйти из зоны комфорта, встать с дивана и начать что-то делать. И обычно безвольные люди в 2020 году эти органы, которые в зоне риска, будут влиять на многие аспекты нашей жизни, да, соответственно, сердце не в порядке, сегодня будут проблемы, да, лёгкие не в порядке, у нас, если говорить о фигуре, то с фигурой могут быть проблемы, потому что застои почки, у нас воли нету, да, соответственно, воля слабая, деньги тяжело заработать. И можно опустить ручки и ничего не делать, а можно начать, начать работать, чтобы в следующий 2017 год, в 2017 год, мне был вот таким грустным, да, просто говорят, что вот есть столомку бы постелил, знал бы, где упадут, столомку бы постелил, если бы знал, что вот меня вообще как бы ждет и вообще ждет в 2017 году. Так вот, столомочка постепенно стелится, главное взять ее и применить на практике. Потом также помню про эмоции, каждый раз говорю про них тоже. Эмоции, печали и страха очень у многих людей присутствуют. Особенно вот сейчас, когда мы смотрим очень часто телевизор, а по телевизору такие сюжеты, что ничего кроме страха за близких, за друзей, за детей в нас, в частности женщина, не вызывает. Потому что мы женщины достаточно эмоциональные и нас вывести из такого равновесия как бы достаточно легко. И страху подвержены очень многие. Страх это эмоция почек, чем больше мы боимся, чем больше страх нас сидит, соответственно, тем больше поражаются поражаются почки. Печали у нас эмоция металла, тоже тем больше мы печалимся, тем меньше движения в организме. Соответственно, нужно работать с эмоциями в том числе. Это, ну, как я уже вот говорила, не зря, что человек, который работает с тобой, он идет по более таким лучшим путям в своей жизни, достигая совершенно других высот. Кто не работает, он вот просто идет по простой прямой дорожке, совершенно простой, без ухабин всяких и препятствий. И его жизнь достаточно предсказуема. очень редко в интернете или в других источниках неудачи как в личной жизни, как в финансами, как со многими другими аспектами жизни, редко говорят, что это связано вот именно с питанием в том числе, с образом жизни, с эмоциями, с болезнью всех или иных органов. А процесс похудения вообще редко учитываются многие составляющие, такие вот как ваш личный вироскоп, прогнозы на год, возраст, ваш сезон, режим дня, так и так далее. Поэтому мы это не применяем, потому что не знаем, об этом не говорят, не пишут, не обсуждают на форумах. Естественно, тем особо все-таки каким-то ценным будут знания, которые вы услышите сегодня и вот у нас еще будет продолжение. Я порой, вот честно говоря, сама смеюсь над собой, когда вот я говорю близким вслух, дорогие мои, вот извините, но я не могу молчать. Вы мне рассказываете о своих проблемах, я вижу например, где-то по внешнему виду, как вы выглядите, да, я понимаю, где, вообще, откуда ноги растут. Я стараюсь всегда ставить свои пять скопить, потому что вот натура такая у меня желание помочь человеку, уберечь его от чего-то негативного. С детства я всегда мечтала быть доктором, и вот сегодня моя мечта каким-то таким образом осуществилась. Я могу использовать древние знания ДКМ, традиционной китайской медицины, изменять жизнь многих людей к лучшему. А там уже слушает меня человек или не слушает, применяет, не применяет, это опять же выбор человека, потому что вот навязывать это, ну, я считаю, что это не есть хорошо. Я обычно не говорю это правильно, это неправильно, просто вот для себя тоже, что у вас у всех есть минимум три выбора, да, естественно, вы выбираете свой. Я вам просто даю какую-то информацию а там уже вы принимаете и не принимаете для себя. Это, естественно, выбор каждого человека и на него влиять я совершенно не имею права. Еще хотелось бы, так как мы очень много говорили про иммунитет, хотелось сказать про него. Что такое иммунитет? Вот с вашей точки зрения, что такое иммунитет с вашей точки зрения? Напишите, пожалуйста, в чат. Так, сила противодействия внешним атакам шоу ласка. Так, замечательно, замечательно. Татьяна, слитьем из внешнего слоя ауры. Да. Есть еще какие варианты? Мне вот понравилось, что вы сразу защитная сила организма, да, вот там тоже сказали. Мне вот понравилось, что было так вот даже уже с точки зрения вот такого непростого, обывателя, который вот говорит, что иммунитет это вот когда мы там не кашляем, не болеем, у нас нет температуры там и так далее, да. Действительно, иммунитет это гораздо более широкое понятие, больше даже действительно такое эзотерическое, эзотерическое, как вот сказали девушки там светимость внешнего свой ауру, там защита там такая и так далее, да. В чем это выражается? Действительно, вокруг нашего тела существует такая тоненькая оболочка с точки зрения традиционной китайской медицины, ее называют вейцин. То есть вот это и есть наш иммунитет, защитная оболочка, та, которая нас защищает от внешнего любого внешнего воздействия окружающей среды. Это будь то микробы, это будь то негативная атака, будь то вот эти сглазые обереги, эти сглазые порчи, вот что на нас там накладывают. Если человека сильный иммунитет, то ему, его вот эту защиту тяжело пробить. Как с глазами, так вот порчами, там и так далее, тем более вирусом и микробом. И сегодня, конечно, многие там защищаются от глазов, всяких запорчен, там, защитными молитвами, оберегами и так далее, да. Это все хорошо, я там с этим вам не спорю, но в том числе укреплять иммунитет нужно с помощью того же питания. Как я уже говорила, что за иммунитет у нас отвечают два органа, это селезенка и легкий. Соответственно, если эти два органа у нас работают как чистое, то есть работают в правильном режиме, в правильном ритме, то наш иммунитет достаточно крепкий. Человек с сильным иммунитетом ему не страшны ни болячки, ему не страшны ни переломы, ни порезы, он никогда не попадет в зону военных действий, он никогда не попадет в аварию. Если вдруг так случится, что вот он едет с человеком в автомобиле, с другим человеком и попадет в аварию например, другой водитель, да, то он отделается легким испугом. Вот так работает иммунитет. поэтому много сегодня говорила про ту же селезенку, про те же легкие, это те органы, которые одни из главных должны быть у нас в порядке. Соответственно, в селезенках, как мы помним, с утра обязательно завтракать, завтракать крупами, учитывать сезон обязательно, потому что у нас есть не зря весной все начинает рождаться, да, летом свести и развиваться, осенью единый, зависит в том числе иммунитет, крепкий он будет или не крепкий. Вот вчера ехала в метро, мужчина рядышком сел, но уже было поздно, я возвращалась с семинаров, мужчина ехал такой, смотрю, у него глаза такие вот красные, ну видно, что заплаканные, незаплаканные, ну вот что-то держится внутри. Естественно, так как особо не было вокруг людей, и он со мной разговаривал. Вот, говорит, у него убили друга, вот прям, буквально сейчас, позвонили, буквально сейчас назад на с ним расстань, его, вот, как бы такая опять же к теме нашего иммунитета. Очень мало людей, которые сегодня правильно питаются, и очень мало людей сегодня сильная защита, вот этот сильный иммунитет. И когда вот только человек начинает даже изучать традиционную китайскую медицину, рассказывает вот так всегда такой случай, ну не случай, а ситуацию, например, вот идет, например, вечером возвращается мужчина домой, сильный, здоровый, крепкий, и где-то впереди там кто-то, например, какая-то драка. Он даже, если вступился в эту драку, он бы их просто мог раскидать насчет рак. Но почему-то так случается, что вступая в эту драку, он вот именно погибает. Это случается не как тем, и не как тем прилипают на улице те или иные негативные элементы. Именно когда происходит, что у нас есть дыра, которая притягивает к нам непонятное негативное, что на данный момент вокруг нас пространства существует. И поэтому на иммунную систему, конечно, очень хочется, чтобы вы обратили внимание в 2017 году. Тем более там у нас приходит петух, приходит у многих в карте есть кролик, во многих в карте петух с кроликом дают столкновения, которые могут привести как к операциям, как к ножевым ранениям, порезам, предательством, удар в спину, подставам, изнасилованием тем же самым. А может и не привести. Потому что все в наших руках, когда у нас сильный иммунитет. Естественно, укрепляем участный иммунитет химическими препаратами, и получается эффект загнанной лошади, то есть когда уже гонят, гонят лошадь, стягает, стягает, в конце концов она упадет и больше не встанет. Иммунитет надо не стимулировать, иммунитет нужно укреплять. И укреплять именно первое это питание и второе обязательно в питательной практике. Без них вот никак не получится. И тогда 2017 год будет для нас самым наилучшим и принесет нам все самое наилучшее того, что мы хотим. вот я думаю, что вот так вот на сегодня бы все. Какие есть вопросы, для кого информация сегодняшней была полезна, открыла какие-то новые грани, которые мы в принципе продолжим на нашем следующем вебинаре в субботу. если есть вопросы, то пишите. так, этот миша сейчас подождем. да, запись будет субботу. субботу. мы уже эту тему углубим на следующем занятии. Тем, кому тема продолжения этой темы интересна, вам такое маленькое домашнее задание. вот здесь внизу на слайде есть мой сайт, и там справа есть калькулятор. Введите туда дату своего рождения, посмотрите, кто по господину дня. И мы разберем просто у каждого господина дня, какие органы в зоне риска секундочку. И проанализируйте свой рацион питания, свой режим дня, насколько вы встаете, насколько вы ложитесь. Да, просто для себя, чтобы потом какие-то вопросы, которые мы будем обсуждать на следующем занятии, для вас открылись в том или ином ключе. То есть мы рассмотрим по вашему типу энергетическому, то есть к какой стихии вы относитесь. Стихия огня, стихия металла, воды, дерева, земли, какие органы в зоне риска, соответственно это очень сильно зависит от того, какой режим дня мы ведем, чем мы питаемся в первую очередь, режим сна и так далее. И на следующем занятии мы более предметно уже поговорим с теми, кому это будет интересно. Потому что все-таки такая тема, может быть, специфическая. Не каждому кто-то доверяет больше врачам, кто-то доверяет больше каким-то другим техникам, ну, это нормально в принципе. Кому сегодня интересен был подход традиционной китайской медицины, я приглашаю на нашу следующую встречу в субботу, где мы более углубленно рассмотрим продолжение. То есть, если говорить, например, о 2017 году, то каким образом укреплять сердце, легкие почки, на что обратить внимание в первую очередь, чтобы естественно негатив даже не появился, а если появился, то маленьком-маленьком проявлении, чтобы у детей сразу все это забыли с ссылкой. И в 18 часов 24 декабря мы эту тему с вами продолжим. Я думаю, что если вы пересмотрите, у вас какие-то дополнительные вопросы возникнут, вы записываете, мы обсудим их на нашем следующем занятии. Если вопросов больше нет, то тогда сегодня будем заканчивать и встретимся с вами в субботу. Спасибо вам за участие, что вы слушали. Да.